меня зовут федор васильев и в этом видео хочется поговорить про кастом css для простых шаблонов в данном случае будем работать с шаблоном bis 3 на jumla 3 версии это может быть любой другой шаблон простой шаблон который не имеет своих настроек куда мы можем прописать произвольный css например нам шаблоне буквально нужно что-то чуть-чуть изменить какие-то стили но при обновлении шаблона у нас с вами все слетит все наши наработки если нету таких опций в самом шаблоне и так что делать с простыми шаблонами как нам поступить чтобы мы могли спокойно обновляться и при этом наши наработки css не слетели подробнее в этом видео на примере шаблона bis скажем шапка сайт вот этот баннер я хочу скрыть но этот шаблон родной шаблон jumla он простой настроек там мало и просто настройками разработчики не внедрили таких возможностей поэтому придется скрывать через css но опять же если мы с вами пройдем в админку сайта пройду bis мы с увидим что здесь как бы есть возможности какие то но например я хочу при этих настройках скрыть полностью вот этот блок то есть настройку нас нет что мы по идее могли бы сделать мы могли бы перейти шаблоны далее нажать параметры bis 3 открыть папку css и в соответствующем файле например где-то здесь или templates прописать код и это будет работать но если мы обновим движок jumla шаблон тоже можем иметь обновленные файлы файлы перезапишутся и все наши наработки которые мы внедрили отсюда они слетят и каждый раз придется или создавать файл это неправильно и непрофессионально в этом виде будем использовать специальный бесплатный плагин и давайте на практике посмотрим правой кнопкой мыши я кликаю по баннеру просмотреть код элемента нахожу вот этот код вот это все нам надо скрыть пропишем здесь например display non такую строчку и увидим с вами что мы скрыли весь баннер то есть в данном случае здесь это подойдет прямо отсюда я могу вот так вот скопировать код ставить его предварительно в блокнот посмотрев что здесь все нормально далее открываю корень сайта сайт этот находится у меня на локальном компьютере не на хостинге поэтому у меня это все находится в папке но на хостинге это будет выглядеть так же здесь мы с вами переходим templates открываем ваш шаблон в данном случае у меня без 3 папку css открываем создаем внутри здесь файл с таким названием соглашаемся то есть кастом .css открываю данный файл то что здесь у вас будет удаляем и проставляем наш код соответственно и который нам нужно и сохранить сам по себе файл этот он никак сейчас не взаимодействует с шаблоном то есть если мы с вами обновим сайт мы увидим этот баннер наши изменения не видны как раз нам и нужен плагин плагин связывает все наши наработки css с данным шаблоном применяет наши css наработки и при обновлении шаблона игнорируют вот этот файл кастом css не будет его обновлять но все остальные файлы шаблоны будут обновлены то есть когда вы обновляете джума вот так это работает ну и теперь нам остается лишь поставить плагин устанавливать он как обычно чтобы не запутались покажу как скачать ссылку оставлю на данный плагин официальная страница вот это вот на своем сайте в этой статье fedorvasiliev.com соответственно ссылка будет под видео если вы с youtube смотрите здесь мы смотрим находим вот он плагин system custom css zip архив видите кликаем скачем сначала на компьютер устанавливаем плагин как обычно перетаскиваю сюда плагин установился здесь нам пишется что надо сделать нам надо включить переходим в плагины отсортируем кликаю по айди кликну еще раз чтобы наш плагин показался на самом верху кликаем включаем данный плагин вот его название если мы зайдем внутрь настроек у данного плагина нет он автоматически выполняет ту задачу которая нам требуется просто нам нужно чтобы этот плагин был всегда включен тогда будет все работать как я уже сказал он связывает файл кастом css наш файл находит его и применяет тот код который мы хотим и при обновлении самое главное он не будет затронут то есть шаблон обновиться но наши наработки не слетят проверяем обновляюсь видите шапка скрылась все работает на этом видео я заканчиваю